В каждом сельском округе Бурлинского района имеется служебное жилье. На сегодня в районе общежития для работников бюджетной сферы построены в 11 селах. В 7 имеются служебные дома. Квадраты бюджетного жилья растут. В этом году будет сдано 4-х квартирное общежитие в селе Бумаколь. В общежитии будет 4 квартиры. Общая топочная и отдельные санузлы. Площадь здания 200 квадратных метров. Территория будет благоустроена. В проект входит озеленение и установка детской площадки. Для пешеходной зоны предусмотрено покрытие из брусчатки. Стоимость проекта – 52 миллиона тенге. В данное время ведется фундаментная работа. Фундамент уже залили. Сейчас идет гидрозеляция, фундамент идет. После уже засыпать начнем. Постойная утрамок и грунта. Стены у нас газоблок, потом утеплитель и декоративная штукатурка. Декоративные камни. Крыша – металл черепица. Нам отведено 28 на 28 участок. Вот это ограждение будет, благоустройство, зеленое насаждение. Вот это все должны мы успеть. В самом Бумаколе проживает более 700 человек. Отремонтировали ФАП, провели газы к Дому культуры. Будущее у поселка есть. Молодежь к нам едет. Те молодые специалисты, кто приезжают сюда с семьями, остаются у нас жить. Приобретают дома по госпрограмме. Инфраструктура в Бумаколе налажена. Развивается сельское хозяйство. Для полного счастья не хватает дороги. Участок Бурлин-Бумаколь не имеет асфальтового покрытия, хотя является частью трассы республиканского значения. Со стороны местного руководства вся возможная поддержка по развитию села оказывается. За прошедшие годы были построены такого типового проекта, получается, в селе Ханай, в селе Жарства, Пугачева и Кентубека. Проекты мы разрабатываем в дальнейшем, но уже по мере необходимости Акима сельских округов будут подавать заявки на рассмотрение Акима района о необходимости в данном селе строительства нового общежития для приезжающих работников. В 2018 году в Аксае было построено общежитие семейного типа. В нем были выделены квартиры для работников образования, здравоохранения и других сфер. В этом году сдано общежитие на 25 мест для медицинских работников. Вопрос с жилищным обеспечением в районе решается. Продолжение следует...